Главные новости дня происходят на Шахтёров 40. Полицейские сегодня сообщили, они задержали подозреваемого, из-за которого, возможно, накануне сгорела 25-этажка. А застройщик СИП «Агропромстрой» отмёл все обвинения в том, что применял дешёвые материалы при установке фасада. Жуткое зрелище. Это особенно, понимаешь, когда стоишь здесь, возле дома, а не смотришь по видео. И даже сейчас, спустя сутки, здесь опасно находиться. Но не из-за огня, а потому что с верхних этажей падают остатки обгоревшего фасада. Вот сейчас прямо спасатели пытаются убрать их. А пострадавшие семьи до сих пор выносят уцелевшие вещи. Из вещей что осталось? Ну, вот всё, что мы как вышли. Вот это всё, что осталось? Да. И у порога то, что обувь, она вот как живая. Я увидела, когда со стороны, это я не знаю, каком-то, ну, с моей дочки, но она мне просто сказала, говорит, мама, тут что-то серое такое за окном. Я подбегаю, смотрю пламя. Я только её оттуда вытащила, и у меня стало плавиться окно, и дым уже ворвался. Я закрыла в детскую дверь, и мы выбежали. Вот так вот буквально за секунду, я хотя в зале находилась, я смотрела телевизор, и даже я не ожидала, я даже не чувствовала гари. Сигнализация не сработала. Сработала только тогда, когда мы уже стали спускаться по лестнице. Пожар начался накануне около двух часов дня. Жители дома потом будут ужасаться, насколько быстро в огне оказались все 25 этажей дома. Спасатели тушат с земли и воздуха. Но силы ресурсов пожарных явно не хватает. Пока десятки зилак снимают происходящее на телефон, жители дома, большинство из которых сами сотрудники МЧС, берутся за припаркованные у горящего здания авто. А жильцы соседней высотки хватаются за ведра. Рассказывают, у пожарных нет воды. Огонь затушили ближе к вечеру. Погибших и травмированных нет. Однако для жильцов, которых срочно эвакуировали из квартир днем, под вечер все только начинается. Полицейский охраняет дом от мародеров. Внутрь, чтобы забрать вещи, оценить ущерб, жильцов пускают только по документам и в сопровождении. Жильцы верхних этажей стоят в очереди часа два. Дом обесточен, поднимаются в потемках. Думал, что гораздо хуже. Идет все. Единственное, с кошки, не понятно. Не знаю, наверное, найдем. А так, в принципе, ничего страшного. Вот это пожар, если пожар, бывает хуже. Игорь рассказывает, во время ЧП кинулся к пожарным кранам. Они есть на каждом этаже высотки. Но рукавов в них не оказалось. А сегодня спасатели причиной пожара назвали нарушение техники безопасности. Рабочий орудовал газовой горелкой, не справился. Но это вряд ли объясняет, почему вообще загорелся фасад, который гореть по всем нормативам не должен. Застройщик, который возводил дом по заказу МЧС, сегодня от всех претензий свой адрес открестился. Мы не в этот момент, ни сейчас, ни в будущем мы не считаем себя абсолютно ни в чем не виноватыми. У нас есть сертификаты на данный композитный панель. Появляется вопрос, как так оказался, значит, что негорючий материал, подтвержденными, ну куда, спрашивается больше бумаг, да, значит, подтвержденными всеми сертификатами и испытаниями оказался горючий. Почему фасад оказался таким легко воспламенимым? Нужно ли менять облицовку у соседних высоток близнецов сгоревшей? Ответы на эти вопросы должны появиться по окончанию следствий и проверок.